человек который раздает флаеры в костюме белки может вывести из запоя не один десяток алкашей а боец который одержал не один десяток побед в боях может мотивировать к спорту сотни людей приветствую вас бешеные улитки с вами федорович а в этом видео я вам покажу легендарных бойцов которые имели серию в 50 и более побед баклажан на стебле дыни не вырастет а легендарным бойцом без пиара не станешь но это точно не грозит флойду майвезеру младшему вам всем наверняка знакомо это имя а также его знаменитый рекорд в 50 побед без единого поражения флойд обладает поясом wbc причем в разных весовых категориях а также поясами ibf ibo wba и wbo за свою карьеру он дрался с лучшими боксерами мирового уровня и по праву несколько раз удостаивался звание лучшего боксера в мире вне зависимости от весовой категории конечно сейчас многие относятся к флойду негативно из-за его желания денег и показательных боксерских боев за баснословные гонорары которые скорее превращают бокс в цирк и фрик-шоу чем дают ему какой-то рост но все же в свои лучшие годы майвезер был действительно лучшим как говорится без шлифовки алмаз не блестит а флойд просто сиял в мире бокса в юные годы он хотел доказать всем что является лучшим и делал для этого все только за 1997 год майвезер провел 10 поединков а за свою карьеру дрался с лучшими из лучших как относиться к флойду сейчас решайте сами но свое место в истории бокса он занял в наше время часы носят не для времени а грудь делают не для младенцев но в любое время бойцы тренируются для поединков а я хочу вас познакомить с боксером из таиланда вайн хонгом мэна я тином этот тайский тигр закончил карьеру с рекордом в 54 победы без единого поражения да это даже больше чем у майвезера мужик выступал в минимальной весовой категории до 47 с половиной килограмм мэна я тин является обладателем пояса wbc и стоит на первом месте в мировом рейтинге среди боксеров минимального веса вайн хонг дебютировал на профи ринге в 2007 году а закончил карьеру в 2020 он 12 раз защищал свой пояс чемпиона при этом из 54 побед 19 он закончил досрочно большинство соперников тайца были выходцами из азии так как в минимальном весе основная масса бойцов именно оттуда но несмотря на относительно низкую конкуренцию добиться такого рекорда стоит немалых усилий и таланта чтобы плыть нужно броситься в реку а чтобы стать легендой нужно много драться великолепный сайн чай легендарный боец муай тай которого знают во всем мире даже те кто не увлекается и не занимается тайским боксом рекорд восьмиконечного бога насчитывает более 300 побед но конечно же он имеет и поражение которых около пятидесяти но видео о сериях побед а у сайн чая эта серия была в декабре 2019 года после очередной победы сайн чай сделал серию из 54 побед подряд выступая на профи ринге в различных странах и на различных турнирах в мире этого мастера муай тай называют убийцей фарангов так как на европейской арене сайн чаю нет равных за всю свою карьеру и более ста поединков по всему миру он только один раз проиграл бойцу не из таиланда это раздельным судейским решением в бою против фабио пинки сайн чай прежде всего известен своей неординарной манерой ведения боя у него феноменальное чувство дистанции скорость и комбинаторика а его фишки и обманки в ринге приводят в восторг весь мир наш человек с молодых лет привык открывать дверь женщиной а сумоист открывает дверь пузом хакухо все профессиональный сумоист родом из монголии имея рост 192 сантиметра и наев массу в 158 килограмм хакухо прославился на всю японию и вошел в историю сумо этот монгольский боец достиг рекордов шестьдесят четыре победы подряд для сумо это невероятный результат в этом виде спорта схватка может длиться всего несколько секунд а за год можно провести десятки поединков поэтому высоким результатом считается серия из 15 побед а у хакухо их было 64 хакухо является обладателем множества рекордов а в 22 года он уже получил звание йокадзун это высшее звание в японии по сумо которое достается только лучшим из лучших чтобы вы понимали за всю историю всего четыре иностранца были удостоены этого титула хакухо завершил карьеру в 2021 году и открыл свою школу сумо где обучает будущих чемпионов чужое страдание можно терпеть хоть всю жизнь также всю жизнь можно смотреть на чужие тренировки главное самим не потеть а тэдди ринер потеет на тренировках немало топ моего сегодняшнего рейтинга французский дзюдоист родом из гваделупы тэдди пьер-мари ринер который выступает весовой категории свыше 100 килограмм трехкратный олимпийский чемпион 11-кратный чемпион мира 5-кратный чемпион европы который является самым титулованным дзюдоистом в истории а также трижды признавался спортсменом года прозвище ринера медвежонок тэдди и это при росте в 2 метра 5 сантиметров и весе 125 килограмм сухой мышечной массы получить то чего хочешь непросто а вот сказать что хотел то что получил легко но тэдди может сказать что он имеет то чего именно хотел феноменальный результат нашего чемпиона такой с 2010 по 2019 года то есть 9 лет тэдди ринер не знал горечи поражений и одержал в общей сложности 157 побед подряд это феноменальный результат который впечатал имя тэдди золотыми буквами в гранит истории дзюдо сейчас медвежонку 33 года но он продолжает выступать на высочайшем уровне и радовать всех фанов своими бросками подписывайтесь на канал ставьте лайк жмите колокольчик и делитесь видео в соц сетях а в комментах напишите какой победный рекорд у вас а главное над чем а если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке подписывайтесь на второй канал по ссылке в описании благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках как бы не отходят это образа представляем что мы медведи нас окружили волки начинаем танцевать и отбиваться соответственно вот так два 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 одна за дистанцию короче я вот что делаю холоту вырываю ключицу это ключица вырываю голос то есть вот так вот это выглядело по démarrению вот а вот 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 в